С пограничниками разговаривал, уже за утро прошло около 700 машин из России. Алтай, Омск, Новосибирск, Красноярск и даже Москва. Огромный шлейф из машин с номерами самых разных регионов скопился в прошлые выходные в районе Веселоярска, Рубцовского района, у границы России с Казахстаном. Соотечественники экстренно покидали страну. Если в понедельник, 26 сентября, длинный затор из машин на приграничной с Казахстаном территории составлял около полутора километров, то сегодня ажиотаж поубавился и не превышает 300 метров. В очереди уже не сотни, а десятки машин. Тем не менее, даже такое количество нетипично. Еще неделю назад дальнобойщики, водители грузовиков и легковых машин, пассажиры не дольше двух-трех часов коротали время в пробках. После объявления в России частичной мобилизации время ожидания увеличилось в разы. Как давно стоите здесь? Ну, ночью приехали. Два часа ночи. То есть это уже приличненько? Ну да. Сколько? Восемь часов получается? Восемь-девять? Ну, где-то так. Это впервые такая ситуация или так стояли уже? Не впервые. Как вообще в целом реагируете на конфликт между Россией и Украиной, вот как гражданинами на Узбекистане? Вроде бы еще относительно недавно все были одной большой страной. Ну, политика я не понимаю. Ну, как бы, ну, основной мы работаем в Россию, да? Ну, поддержку России, конечно. В двух часов ночи я здесь стою. Ого, это прилично. В пробке. Да, да. В двух ночи. А продвигалась она как-то или вот как встали? Сначала стояла, стояла, потом поехала. Есть какое-то чувство, я не знаю, тревоги там, еще чего-то? Ну, мне кажется, она вообще не есть какой-то небольшой. Были наслышаны, что на границах ажиотаж, что там от мобилизации некоторые там? Нет, не было. Я думал быстрее. Думал бы быстрее. А вы где живете? В Кемеровской области. В Кемеровской области. А вы в гости поехали, получается? А, вы сказали, ненадолго, это две, это недели три. Нет, меньше недели. С 21 сентября в Казахстан уехало 98 тысяч россиян. Из них свыше 64 тысяч выехали за пределы республики. Тем не менее, рынок недвижимости успел отреагировать. Стоимость аренды взлетела в несколько раз. Легче тем, у кого есть в Казахстане родственники. Я решил поехать, увидеться с родственниками. Я жил в Казахстане 10 лет, даже 18 лет, 10 лет жил в России. Вот сейчас вот хоть хотелось вернуться. Вроде бы в Алма-Ате сильно дорогие квартиры сейчас. А я вот с пригорода буду родственников жить. Вы подлежите мобилизации? Нет. То есть у вас пока категория не А? У меня не А. Я работаю в этой компании. У меня есть высшее образование. На границе и семья из Казахстана. О непростой обстановке в России они знают не понаслышке. Их сын – житель Российской Федерации. Сыну уже 37 пока. Он сейчас и броню ему дали на работе. Ему броню пока дали, выдали. Ну а так… Он с чем занят? На заводе работают. В заводе? Да. Который входит в оборонный комплекс? Да, в оборонный комплекс. Мы нормально переживаем, как и все россияне. Все, конечно, переживают за своих сыновей. Естественно, переживают. В Казахстане к россиянам очень хорошо относятся. Я бы сказал, плохого нету такого. Но казахстанский народ гостеприимен. На территории Казахстана россияне могут находиться до 90 дней. Для пребывания свыше этого срока нужно получить вид на жительство или временную регистрацию на основании трудового договора. В интернете пишут о том, что уже в октябре для въезда в Казахстан может потребоваться заграничный паспорт. Но пока официальных решений на этот счет нет. При этом власти республики обещают оказать помощь приезжим россиянам в плане безопасного пребывания в их стране. Но добавляют, никаких преимуществ граждане России не получат. К слову, если россиянин получил повестку и уехал, то на территории России его ждет уголовная ответственность. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.